Когда в патриотическом угаре вся страна Чему учат в школах на болотах В режиме реального времени он пытается научить школьников видеть то, что видит дрон в момент полета И новые представители власти на службе Кремля Ведь этот договор, это не новинка какая-то Пока одни женщины России невнятно протестуют якобы против СВО Хотя многие по итогу недовольны лишь тем, что их мужей или сыновей просто мало готовили к убийству украинцев Или вообще стрелять не научили Участницы акции не требовали прекращения войны в Украине Они лишь хотели замены своих мужчин на других Почему мобилизованных нет сроков? Почему они должны там быть бессрочно? В нашей стране очень много мужчин, которые могут заменить их Другие мамки идут в политику Вот, например, агитационный баннер На нем мать погибшего недохероя из Челябинска Выдвинулась гражданка Соколова в депутаты от той самой «Единой России» Которая и послала и продолжает посылать на верную смерть ее сына и таких же дураков, как и он Фильм про тебя снимают герои нашей России А для меня он жив Мы, честно говоря, готовились, в душе готовились к свадьбе летом Цели этой операции определены ясно и четко Командировка нормально пройдет, я потом в Сирию рвану написала мне «Мир посмотреть» Кремль активно привлекает родственников погибших и самих вернувшихся с войны преступников идти во власть Можно сказать, дает поесть крохи со стола Помните вот этого ветерана, который привез кирпич матери вояки, погибшего на войне с Украиной? Это надпись, которую ваш сын оставил в подвале 73-го дома на рубеже 1300 на селеном пункте Маренко Они нашли Желание было, чтобы мы позаботились о вас и помогли вам, его сестре и брату Так вот, теперь этого социально активного элемента представители, так сказать, новой элиты пригласили на работу в правительство Алтая Кирпичей со словами поддержки будет еще много Губернатор Алтая Турчак считает, что Суразов – это представитель элиты России Есть задачи, с которыми он отлично справится, заявил Турчак Ну а тем, кто лицом не вышел, или, сказать точнее, получил увечья на так называемой спецоперации, повезло поменьше Вот кадры из подвала в ДНРе, где силы удерживают российских военных с ампутированными руками и ногами Вот кому надо искать фашистов в своих рядах Вот они, герои СВО, которые вернулись в родимые пенаты Только посмотрите на это убожество Новая элита России приехала в отпуск Эти убийцы в России никому не нужны Максимум, что они заслужили у себя на родине, так это жить в коробке Ростов На улице Думенко, 13, дробь 1 В бесхозном помещении третью неделю живет вернувшийся с войны боец СВО Хочешь жить так же в коробке, ты знаешь, с кем надо подписать контракт В целом же россияне понимают, что это за контингент И поэтому никакого почета и уважения по возвращению на родину им точно ждать не стоит Вы убийца, самый настоящий убийца Это видео снято в Новосибирской области Женщина отчитала рашистского солдата за то, что тот, пользуясь своим положением участника войны, хотел пройти без очереди к врачу Депутат Милонов, который давече требовал закидать противника продукции из секс-шопов, призвал наказать женщину, которая на самом деле осмелилась произнести правду Это бесполезно, мне кажется, реже менять надо, а не подрабатывать Пошли отсюда, пошли С ура-патриотами, которые почему-то решили отдыхать не на Волге или наворачивать круги по Золотому кольцу, отправились в Турцию, тоже поступили по-братски Ребят, всем привет, мы приехали сегодня в Турцию, повесили российский флаг на дерево у себя на балкончике рядом со своим номером Не знаю, почему так происходит, но наш российский флаг измазали говном, измазали весь наш балкон говном, все наши лежаки Вот детский памперс есть в говне, все вещи в говне Как же они любят навязывать все свое расистское вместе с триколором, песни шамана и пустые разговоры о своем величии Ребят, что нам делать, мы русские, почему мы не можем приехать и вот такое отношение Давайте будем что-то делать, естественно, будем обращаться к руководству отеля Мы уж было подумали, к Путину обратятся, потребуют, чтобы войну прекратил А у вас снова кто-то виноват, ну понятно Нет, в конце концов, вы сколько будете издеваться над нами, над русскими, а? Скажите мне Хочется сказать, делайте выводы, ребята, завязывайте вы уже с этой нереалистичной манией величия и ура-патриотизма Путин! Ура! Родина, свобода! Путин! Но нет, маразм на болотах крепчает с каждым днем И это неудивительно, ведь из каждого утюга пропаганда вопит и показывает полную дичь За Белгород, Донбасс и Крокус! Берем США в фокус! Для победы России требуем ввести понятные задания в наши стратегические ядерные ракеты И нацелить их на города Соединенных Штатов Америки! А это уже обычный день России в Питере Группа маргиналов на камеру скандирует то, что будет радовать ухо Путина и пропагандистов Ярс, Сарман и Пасидо берем в прицел мы в Вашингтон! На Вашингтон! На Вашингтон! Такое полное зомбирование со всех сторон Ни дома, ни на улице, ни на работе, ни в школе, ни в саду от него нет продыху Так дошкальнят в Бурятии учили бинтовать раненых и делать марш-бросок Им будет полезно Регион максимально выполнил план по мобилизации Так что власти ждут, когда на смену придет молодая кровь Теперь наши братья настал наш черед На защиту страны за свой дом и народ Вершить правосудие, открыть им глаза Сразим кукловодов, прислужников зла Дергающих нити заблудших людей Проливающих слезы седых матерей Золотые слова Только вот зря вы в сторону НАТО снова смотрите Искать врага надо ближе Достаточно включить любой федеральный канал Глава Верховного Главнокомандующего Если битва неизбежна, то бить нужно первым Если кем-то принято решение уничтожить Россию Тогда у нас возникают законные права ответить Только вот человечек, командир взвода ВДВ Айдын Жамидулов Который цитирует Бункерного В Луганске похитил 23-летнюю Валентину Давронову Чтобы девушка якобы не рассказала его жене об их отношениях Ведь дома его ждут Дома осталось две дочери Вот, жена, родители Все ждут Любят, волнуются Ну и гордятся тем, что я во фронах силы Российской Федерации Так что исключительно ради семейных ценностей Которые так пропагандирует Путин Старший лейтенант Жамидулов пошел на страшное преступление Девушку завели в солдатскую баню Там Айдын Жамидулов нанес ей около двух десятков ударов ножом в разные части тела В это время в баню вошел командир боевой машины разведывательного взвода сержант Роман Плещеев Его дело будет слушаться отдельно Айдын Жамидулов приказал ему добить жертву Не желая ее смерти, но опасаясь негативных последствий со стороны старшего лейтенанта Роман Плещеев ударил Валентину Довронову своим ножом в область левого плеча и правой ноги Но и это еще не все После этого Жамидулов приказал подчиненным вывести тело Довронова из части И подорвать гранатами, чтобы жертву нельзя было опознать и установить причину смерти Путин этой войной запустил цепочку страшных преступлений Но осознавать весь масштаб трагедии не только для Украины, но и для своей страны никто в Кремле не собирается Все горит, только что взорвали Наоборот, все силы положены на привлечение нового молодого ресурса В военно-патриотических клубах края начали обучать юнормейцев в работе с беспилотниками Все желающие школьники бесплатно могут не только постичь азы управления квадрокоптерами в теории, но и отточить мастерство на практике Так что в школах Хабаровского края скоро появятся и новые предметы, и новые учителя Занятия для подростков проводит педагог Михаил Русанов, который после начала спецоперации ввел курс для взрослых добровольцев по тактической медицине и беспилотникам И пока хабаровские школьники улучшают свои навыки в убийстве вымышленного противника, на которого им скоро укажут пальцем Их родители, бабушки и дедушки ударились в детство, пали в маразм, в достаточно острой фазе Все по традициям советских пионерских лагерей Красные галстуки, мотивирующие девизы, поднятие флага и дружные кампании Вот только в отрядах не дети, а взрослые, те, кто захотел снова попасть в детство Конечно, вернуться в прошлое нельзя, но почувствовать и поностальгировать о той незабываемой атмосфере очень даже возможно Тем более, что Путин работал над этим больше двух десятков лет у власти Так что наслаждайтесь теперь по полной У нас отдыхают люди 35+, ограничений нету Самый старший пионер это у нас 75 лет, люди с удовольствием приезжают в пионерский лагерь У возрастных пионеров все по распорядку Ранний подъем, зарядка, приемы пищи, развлечения, мастер-классы, экскурсии, вечерние дискотеки Так что здесь невозможно не вспомнить о той беззаботности Людей, у которых в своей стране нет будущего, конечно же, тянет в прошлое Где им было хорошо? Потому что они, в первую очередь, были молодыми Хотя сегодня им вдолбили в голову совершенно другое Именно те законы пионера, которые мы изучали, вот самые главные, самые основные Вот они идут со мной по жизни Прежде всего, это любовь к родине Только вдумайтесь, сегодня более трети, так сказать, счастливых россиян живут в долг Более половины испытывают реальные проблемы с получением медпомощи 85% россиян живут в жилье ниже среднего уровня А что в темноте-то сидите? А что же, экономим? Мы экономим, мы человек, я дорогая Но при этом, по данным в ЦИОМ, у 52% россиян слово «Россия» ассоциируется с гордостью, величием и патриотизмом Держава растет, страна развивается Быстрее, чем тесто у Петровны поднимается Такие кринжовые песни они могут выпускать хоть каждый день Слова и посыл будет один и тот же Про нас должны знать все, ненавидим НАТО Скажем правду миру, пусть пиндосы негодуют Покажем в интернете, как Россиюшка стартует Дальше уже все более похоже на фантастику Но на болотах такое любят, а главное, верят всему такому Спорт развивается, наука развивается Российский автопром, ну, как минимум старается Сядем всей страной за стол, прям в начале лета Все полезное, свое, спасибо санкциям за это Или вот еще один свежий ролик, рассчитанный подогреть в россиянах очередную порцию уропатриотизма Как легко они показали отжатие украинских территорий Это просто буквы, это просто таблички Захотели, поменяли Ну что там много еще? Много Но работу доделать надо Но за этим коротким пропагандистским роликом кроется страшная трагедия Миллионы поломанных судеб Война, которую развязал Кремль, и которые так гордятся на болотах Надо доделать Хотя те, кому посчастливилось выжить и вернуться в родные пенаты Получают такой отрезвляющий глоток свежего воздуха, что наступает прозрение У меня забрали квартиру Формально я бомж Тиньков банк Забирает у меня квартиру И выселяет меня с детьми Ну формально на улицу Ранение, вот у меня есть вот рука Оформить я просто не могу Потому что в военкомате меня посылают в больницу Больница меня посылает в военкомат Видимо, Россия была не готова, что столько вернется Зришь в корень И вот уже вояка признается, что никто его не заставлял идти убивать украинцев Его просто купили Скажу честно, что нас не заставляли туда идти Нам просто как бы обрисовали определенную картинку Хотите новую жизнь? Вот можно ее получить Если как бы выживете Вот я выжил Но новая жизнь как бы меня особо не радует А потом, как это часто происходит в России Тупо кинули Для чего это все? Кому это все надо? Потому что мы, говорю, для них просто ресурс Просто пульки Которые кто-то холощеный, кто-то боевой Вот кто холощеный и сюда потом вернутся Ребята, большинство Ну, я вам обещаю С вами поступят так же, как поступили с ветеранами Афгана Этому вояки никто не поверит Еще и назовут предателем А новые партии, жаждущих красивой жизни Снова отправят на мясные штормы в Украину Команда не примет все меры Для того, чтобы минимизировать эти потери Но мы со своей стороны будем дальше Продолжать помогать нашим военнослужащим Так что учитесь, наслаждайтесь жизнью Если все, что происходит в Арефии Можно назвать этим словом Но вспомните старую дворовую поговорку Жизнь, как большой супермаркет Бери, что хочешь Но помни, в конце будет касса Судьба возьмет свою плату в любом случае Только кажется, кто-то об этом забыл Больше восьми лет Они всеми силами разжигали ненависть О чем вообще с вами говорить? Разнесем Киев ядерными ракетами Делали все, чтобы российскую армию в Украине Встречали цветами Украинцы ждут Они в самом деле надеются Что мы их в конечном итоге освободим Мы обязаны быть там Но их план не сработал Ведь даже в городах юга и востока Украины Россия проиграла информационную войну Фашисты! Фашисты! Вот вам суки, а не Украина! Чтобы сражаться за умы и дальше Командам гражданской обороны и антизомби Нужна ваша поддержка Вы можете помочь нам на нашем ютуб канале А также на патреоне Благодарим вас, друзья, за доверие и поддержку Все будет Украина! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok